Легкомысленность и один взмах руки могут стать роковыми. Безответственность родителей, оставление детей в опасности. Подстерегать маленьких рулевых она может даже на придомовой территории. Благовещенец Геннадий Шишков, только по сценарию безответственный отец, в жизни регулярно вместе с детьми проговаривает ПДД. Перед велопрогулками проверяет тормоза, колеса, экипировку маленьких водителей. Я в жизни сам являюсь отцом двух детей. У меня дочь 16 лет, сын 11 лет, и мы периодически проговариваем правила поведения на дороге, у дороги, в дворовой территории, без разницы, потому что транспорта очень много стало в городе. Сейчас у меня дети охотно, допустим, мы обговариваем, как они даже где-то подсказывают, если я где-то сел в автомобиль, не забудем пристегнуться. Такие вот моменты, поэтому я считаю, что с детьми надо работать, надо им объяснять. Это жизнь моих детей, а не чьих-то. Поэтому все зависит от меня и от их понимания. Приближаясь к проезжей части, водители двухколесных обязаны спешиться, переходить дорогу только в разрешенных местах. Даже при зеленом сигнале светофора убедиться, что рулевые авто уступают дорогу. Не отвлекаться на телефоны, гаджеты, вытащить наушники, снять капюшон. Эти простые правила, к сожалению, соблюдают не все юные горожане. В 2021 году на этом месте под колеса моего авто из-за припаркованной иномарки выкатился 10-летний мальчик на самокате. По сторонам не смотрел. Последнюю минуту я резко затормозила, что помогло избежать трагедии. Оба отделались легким испугом, никто не пострадал. Надеюсь, маленький водитель получил урок на всю жизнь. С наступлением тепла уровень таких аварий учащается вдвое. В прошлом году за три летних месяца в Благовещенский и Блак районе произошло 23 ДТП с участием детей. С начала 2023-го – 16. В пяти случаях пострадали несовершеннолетние пешеходы. Один ребенок попал в аварию и получил травмы на велосипеде, еще один на электросамокате. В связи с этим родителям настоятельно рекомендуется изучить с детьми раздел 24 правил дорожного движения. Это дополнительное требование к движению велосипедистов, а также лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, к чему и относятся электросамокаты. Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей интересоваться занятиями и местами прогулок, своих чад, особенно в период летних каникул. Желательно ограничить зоны их передвижения, например, запретить выезжать за пределы двора, чтобы быть уверенными в их безопасности.